Трудные вопросы Писания И было после всех происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его в всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе. Вот один из наших зрителей задает вопрос. Бог искушал Авраама так, как дьявол наговаривал на пророка. Но разве Бог не знает все о детях своих, их помышления, настроения? Разве нужно Богу проверять, нас искушая? Ну да, и мы читаем в Новом Завете, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, да, то есть Бог не причастен искушению, и искушение это как бы орудие дьявола, да, а здесь прямо так и написано. Но слово искушал, может быть, слишком такой перевод прямолинейный, может быть, сказать, испытывал, более широкое слово подобрать. Все равно возникает вопрос, а зачем? Разве он не знал, что Авраам верит в него? Разве не знал о готовности Авраама исполнить завет? Ну, вы знаете, есть очень хорошее такое выражение, Бог знал об этом, но Авраам не знал. То есть, если воспринимать людей как некоторых таких вот, как некоторые марионетки в руках Бога, то, конечно, ничего не нужно их проверять. Бог и так все про них знает, он заставляет их двигаться определенным образом, внушает им, что делать, что говорить. Но если воспринимать каждого человека как личность, которая выстраивает с Богом свои отношения, то все, что эти отношения меняет, все имеет смысл. И, получается, Бог спрашивает Авраама, ты готов убить самого любимого своего на свете человека для того, чтобы доказать, что ты меня любишь? Жестоко, не так ли? Знаете, это такой какой-то образ жестокой капризной красавицы, которая требует от своих женихов каких-то чудовищных действий для того, чтобы они доказали, что она для них дороже, чем их родные и близкие. Бог капризный, тиран и деспот. Смотрите, эта история, она же возникает не на пустом месте, это, в общем-то, для того общества, для того времени вполне обычное дело. Жертвоприношение людей. Более того, жертвоприношение детей, причем не каких-нибудь, которые вот надоели слишком, да, там слабенькие выродились, а самые ценные. То есть, люди, которые жили тогда вокруг Авраама, и после того тоже это происходило не раз, приносили своим богам жертву своих любимых детей, чтобы сказать, смотрите, я ничего не жалею для вас, боги, дайте мне то, что я от вас прошу. И как на это смотрел Авраам? Ну, естественно, он не собирался своих детей в жертву приносить. Но потому ли, что ему жалко, потому ли, что он, в отличие от этих, недостаточно верит в Бога, они ему скажут, смотри-ка, мы вот, что делаем для своих богов, а ты для своего. Не готов? Слабо тебе? Тоже своего рода искушение, но, конечно, не со стороны Бога, а со стороны этих людей. И, может быть, это еще вопрос о доверии. Вот, знаете, есть там у психологов, у разного рода других людей такая вещь, как упражнение на доверие. Вот его делают в паре. Один человек должен упасть спиной назад, а второй его подхватить. И человек, который падает, в какой-то момент теряет контроль над ситуацией, да, он отклоняется слишком далеко, чтобы удержаться. И понятно, что упасть спиной на жесткий пол никто из нас не хочет. Весь наш организм этому сопротивляется. Но если мы доверяем тому, кто стоит сзади, мы знаем, что он подхватит, он не даст упасть. Кстати, очень ярко интересное упражнение, если вы его когда-нибудь пройдете или проходили в любой из двух ролей, либо того, кто падает, либо того, кто ловит, а обычно меняются, то это важный опыт. Вот, оказывается, можно доверять, оказывается, то, что нам кричит наше тело, то, что нам кричит наша природа, это не всегда правда, сейчас ты упадешь. Нет, ну, наш разум подсказывает, ну, есть тот, кто меня поддержит, тот, кто меня поймает. Может быть, это было таким искушением? То есть сделай то, что противно всем твоим чувствам, то, что прямо ужасно для тебя, то, что вот выходит из-под твоего контроля, и пойми, что есть тот, кто это контролирует. Не знаю, мне трудно сказать, но мне кажется, что дело не в том, что Богу не была известна какая-то информация, вот он ее получил путем эксперимента, как ученый, да, ставит эксперимент, получает результат, и теперь он знает, как это работает или не работает, но что скорее нужно было какое-то событие в жизни Авраама, которое делает его другим, которое позволяет ему эту свою веру поднять на новый уровень, если хотите, позволяет ему понять что-то очень важное про себя, про Бога, про свое потомство. Ведь это же еще не просто любимый сын, это сын, который должен принести многочисленное, как звезды на небе и песок на берегу морском, потомство самому Аврааму. И убивая его, Авраам как бы сам лишает себя этого завета, себя лишает этого обетования. И может быть здесь и некоторые пророчества, которые христиане, конечно, относят к Иисусу Христу, который приносит себя в жертву ради спасения всех людей, но и пророчества о народе, который произойдет от Авраама, об Израиле, может быть вообще о верующих, потому что Авраам – отец всех верующих, и всякий, кто верит в Бога, он потомок Авраама в этом смысле, как в Новом Завете мы об этом много читаем, о том, что, в общем, не отказавшись от чего-то невероятно важного, нужного и любимого тобой, ты с Богом так не встретишься, как встретишься после этого отказа, и этот отказ на самом деле не будет отказом, этот отказ на самом деле просто будет означать, что перед Богом мы вместе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.